Эта новость будет очень актуальной для тех, кто подает документы на визу в Новую Зеландию и проживает на территории Украины. Если вы пока только интересуетесь вопросом получения визы в Новую Зеландию, обязательно посмотрите наше видео, где подробно мы рассказываем, что нужно делать, чтобы получить визу в Новую Зеландию. Ссылка будет в описании к видео. Вкратце процедура выглядит так. Вам нужно заполнить анкету, подготовить пакет документов, соответствующий цели вашей поездки и подать его онлайн или в бумажном виде. Со вторым вариантом все понятно. Теперь вы просто приносите все в визовый центр и оплачиваете сборы. При первом же варианте раньше возникала сложность в том, что даже после загрузки всех документов онлайн вы должны были предоставить свой паспорт в визовый центр, а для украинцев это мог быть Лондон или Москва, например, которая намного ближе. На сегодняшний день эта процедура упростилась тем, что в Украине открылся визовый центр Новой Зеландии. И теперь для предоставления паспорта куда-то ехать или искать другие способы передачи паспорта уже не нужно. Визовый центр находится только в городе Киеве. При подаче в бумажном виде вам нужно будет оплатить консульский сбор в размере 4284 гривны, сбор за услуги визового центра в размере 1076 гривен и курьерскую доставку, если она вам необходима, стоимостью 150 гривен. Подавать документы можно как лично, так и через доверенное лицо. Главное не забывайте скачать дополнительно к основному заявлению форму на предоставление данных визовому центру и заполните ее. Маленький лайфхак для тех, кто подается онлайн. В визовом центре вас попросят подтвердить, что вы действительно оплатили консульский сбор. Хотя бумага с просьбой предоставить паспорт приходит только после его оплаты, но визовый центр физически эту оплату не видит, так как она направляется на прямую миграционную службу. Забавный нюанс, не так ли? Моя рекомендация взять в таких ситуациях с собой на процедуру предоставления паспорта выписку по вашей карте, которой вы оплачивали консульский сбор, где будет видно эту конкретную транзакцию, дабы избежать недоразумений и, возможно, даже вашего повторного приезда на подачу документов. Все остальное осталось по-старому. Ваше заявление будет передано офицеру, который после принятия решения отправит его вам на электронную почту, указанную в вашей анкете. Если виза одобрена, вы берете свой паспорт и отправляетесь в поездку, но я обычно рекомендую брать с собой распечатку визы, так как авиакомпания не имеет доступа к информации про визу и может не посадить вас на рейс, если вы не предоставите визу в страну конечного следования. Если эта информация была для вас полезной, обязательно ставьте лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще не сделали этого. До новых встреч! Платить консульский сбор в размере мне нужна ваша помощь, потому что дальше пошли цифры, я не написала их, как в прошлый раз, буквами. И с карика бы еще предложили, что вы так дешево? Я думала, вы сейчас скажете, бюджет компании не резиновый.